Всем привет! Сегодня я буду готовить блюдо для своих из салатного цикория. Салатный цикорий или эндивий очень популярный овощ в Бельгии так сказать национальный из блюда ну наверное они не только в Бельгии национальный такие простые и вкусные блюда из него по моему у нас он не так популярен и вот я переделала одно блюдо бельгийское на свой манер и сегодня приготовлю оно всегда идет на ура и вкусно тем более что сегодня похолодало и такое блюдо лучше есть в прохладную погоду и так андивий принадлежит к семейству маргариток оказывается является близким родственником одуванчика в народе растение известно больше как салатный цикорий характерная кудрявость листьев делает эндивий похожим на обыкновенный салат он горьковат во франции его называют эндив в бельгии шико по французской стороне на французской стороне и на сломанской стороне его называют витло значит эндивий лидирует среди многих продуктов по содержанию витамина а оказывается который необходим для зрения также принимает активное участие выработки коллагена который важен для кожи салат из свежих листьев особенно рекомендуется употреблять весной так как растения содержат много витамина С вместе с тем листья содержат марганец и калий марганец участвует в процессах связанных с выработкой многих ферментов а калий борется с гипертонией это я вот сегодня вычитала такое про салатный цикорий выращивают его еще интересно я как поняла мы никогда не выращивали его садят семенами прореживают и после убирают ботву корни же оставляют до осени или можно садить уже в августе не знаю в общем садят эти корни в коробке в темном прохладном месте они растут также по моему их накрывают и получаются такие початки поэтому они светлые так как нету света и фотосинтез видимо хорошо не происходит в основном они такие бежево-желтые початки также есть бежево-красноватые ну иногда зеленоватые бывают это смотря как их растили ну что ж приступим к готовке я правда готовлю чуть-чуть попозже итак вот он какой северный олень что-то меня на олени потянуло здесь 4 эндиве я буду говорить что будет салат на цикории или цикорием буду называть чтобы не повторять все время 4 штучки они на вес 674 грамма 2,09 евро за килограмм стоили 4 штучки 1,41 евро это блюдо как бы мое я его адаптировала для нашей семьи его все довольно таки хорошо едят так и нам понадобится 2 штучки он довольно таки крупный говяжий свиноговяжий фарш мне так нравится название здесь 434 грамма 355 евро это все стоит и цена за килограмм 8,19 и также понадобится картошка в данном случае у меня вот такая здесь 500 грамм она полуготовая поэтому ее как бы доварю в сковороде потому что я не люблю полуготовку вообще нужно сварить картошку та которая не рассыпчатая а которая режется в данном месте где же вы в данной стране есть такая картошка как Никола вот эта Никола очень хорошо подойдет она именно для потребления ее в вареном виде просто кстати на этой картошке Никола старая этикетка была картошечка, маслица, селедочка и кропчиком все посыпано маслом подсолнечным полить или растительным бельгийцы любят картошку настоящие бельгийцы если они не итальянцы так вот берем варим картошку и варим эндивий цикори да я решила приготовить потому что скоро будет новая кухня вот на своей полевой кухне в данном случае цикори шикон который картошку я залила водой и сейчас доведу до готовности потому что это будет гратан и картошка не приготовится она сыроватая эта картошка также мясо нам понадобится где-то 250 грамм здесь 400 с лишним его будем выпаривать также на сковороде а потом добавим лук и обжарим хорошо добавлять морковку еще я добавляла морковку но сейчас мне не до возни с морковочкой начиталась о полезных свойствах андивия и решила делать из него салатик он такой горьковатый это блюдо которое я буду делать это будет гратан немного моя собственная задумка то есть так я его адаптировала для себя и своей семьи чтобы мы все вместе ели но я не буду наверное сегодня его есть очень вкусно получать вообще это что-то между гротаном шикона-гротан шикона-гротан делаются вот эти цикории варятся обматываются ветчиной заливаются соусом запекаются это блюдо вы найдете везде как в небольших кафе ресторанчиках ну если его готовят так в полуфабрикаты в замороженных продуктах так же вот так и между шикон-гротан и так же гротан дофинуа есть вот это что-то между тем и этим так же шикон тушат допустим мы делаем тушим порежем на 4 части одну головку если добавляем воду, соль, перец, сахар немного и сливочное масло и протушиваем этот такой овощной гарнир к мясу либо к птице ну и грибы вот эту большую часть я положу если вы будете варить картофель можно с шиконом варить когда картофель будет готов шикон немного будет жестковат можно в этом виде его добавлять в гротану или можно вытащить картофель и поварить немного еще шикон главное в этом блюде конечно соус так же для соуса нужно вот такие специи обязательно мускатный орех соль черный перец так же я сейчас не буду приносить потому что у меня холодильник другой стороне для соуса нам понадобится молоко горячее сливочное масло сливочное масло сливочное масло мука и веничек чтобы это все размешивать так же поставить рядом с собой надо стакан горячей воды или чайник горячий дабы добавлять немного если что либо горячее молоко мука так у меня тут все кипит бурлит и я выпариваю мясо солнце я не заметила конечно для соуса нужен еще сыр Сыр у меня будет эминталь, я все время его делаю, чайник кипит. И в общем надо быть аккуратным с сыром, потому что эминталь не очень соленый. Если у вас будет соленый сыр, то уменьшит количество соли в соусе. Да, надо отметить, что блюдо это довольно-таки продоемкое. Ну и находиться надо рядом, куда готовится особенно фарш. Пока это все заготовки, я себе сделаю кабачки. Видите какие? Желтые. Я не знаю, мне кажется, белые кабачки все-таки вкуснее, чем цукини. Вот попросила купить мне желтый сын в магазин. Посмотрите, они на конце зеленые. Может их чем-то опрыскивают? Вообще я видела чисто желтые. Чем-нибудь, какой-нибудь хлор, иногда бы они желтели. Да, я шучу. Ладно, я сейчас почищу и нагреру эти кабачки. Потом залью уксусом, это много будет еда. Залью немного уксус, соль, перец и холодильник. И вечером будет вкуснятина. Удачи! 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 Продолжение следует...